Я очень хочу, чтобы сейчас даже те, кто немножко с подозрением смотрит на все эти базисы и так далее, поняли бы, что на самом-то деле все совсем просто. Смотрите, вы помните, что базис это на самом-то такой резко. Потому что с одной стороны вектор, с другой стороны вектор, вот эти два вектора – это базис. Замечательно. При этом, как только у нас есть базис, то как квадратичная форма в этом базисе записывается. А вот давайте мы сейчас выпишем квадратичные формы, соответствующие этой реке. Вот прямо пойдем. Это, 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 это и так далее. Поехали. Ну, здесь то, с чего мы начинаем. x квадрат минус 2y квадрат. Отлично. Это абсолютно понятная вещь. Все замечательно. Следующая форма. Смотрите, ну, на киевценте, думаешь на все. Это x квадрат, да? Вот здесь. Дальше. Минус y квадрат, это понятно. И вот надо, что когда единицы подставишь, должно получиться число 2. Значит, плюс 2xy. Вот этот участок. Хорошо. Следующий участок. Это будет 2x квадрат минус y квадрат. И теперь, если единицы подставишь, то должна получиться единица. А, ну, тогда и так получается. Значит, 2x квадрат минус y квадрат. Так. Я написал уже третью форму. Теперь пошли вот на этот участок. Здесь будет x квадрат минус y квадрат, да? Вот на этом месте. Минус 2x квадрат. Это когда? Минус 2xy. Минус 2xy. Так. Я уже дошел вот до этого места, да? Да. x квадрат минус y квадрат. Да, замечательно. Теперь вот это. Это x квадрат минус 2y квадрат. А, ну, совершенно неудивительно, потому что я начал вот с этого. Это был отрезок до большой точки. Здесь отрезок до большой точки. Разумеется, я вот от этой формы вернулся сюда. Все понятно? Ну, и так процесс будет... Обратите, пожалуйста, внимание, как просто получается вот эта форма из этого. Это же надо написать x плюс y в квадрате минус 2y в квадрате. Правильно? И раз в скобке все получится. А как получается эта форма из этой? Что мы должны сделать вот с этой формой, чтобы получить эту? Есть идея? Здесь мы писали вместо x, x плюс y. А здесь что надо? Вот в эту форму. Вместо y написать. x плюс y, совершенно верно. Вот сюда подставляем вместо x, x, а вместо y, x плюс y. Будет x квадрат плюс 2x умножить на x плюс y минус x плюс y в квадрате. Давайте раз скажем в скобке. x квадрат плюс 2x квадрат минус x квадрат. Получилось. 2 x и y, и здесь минус 2 x и y. Как раз исчезнет. Минус y. Все, получилось. Следующее. А как получить вот из этой формы эту? Так, по-моему, надо опять вместо y подставить x плюс y. Давайте попробуем. Вот сюда. Вместо y подставляем x плюс y. 2x квадрат минус x плюс y в квадрате. x квадрат даст только садит x квадрат минус 2x и минус y в квадрате. Отлично. Вот это равно, это равно, это равно. И мы видим, что при движении вдоль реки все время проводится одна из двух операций. Или вместо x подставляешь x плюс y, ну, вместо y в квадрате. Или наоборот. Вместо y подставляешь x плюс y, а x заменяешься на x. Понятно? А когда мы разлагали в цепную дробь, то мы делали вообще-то ровно это. Каждый шажочек, ну, если цепную дробь, то там, конечно, обычно целую часть целиком. Но это соответствует тому, что столько раз, какой элемент цепной дроби, сделать вот эту операцию поединичнее. И, значит, вот этот путь из букв, ну, каждый раз мы выбираем, идти налево или направо, это в точности запись цепной дроби. Помните, цепная дробь для корня из двух записывалась так. Это была единица, а потом пошли подряд двойки. Так давайте посмотрим, чему это соответствует. Вот мы здесь, смотрите, мы здесь идем, да, делаем поворот налево, потом направо-направо, потом налево-налево, потом, вот, направо-направо, все запал в этом движении. Помните ли, что цепная дробь обладала свойством полинформичности? Так это здесь вообще очевидно. Это здесь очевидно просто потому, что, когда вы будете двигаться в эту сторону, и когда вы будете двигаться назад, помните себе эту жизнь? Когда у вас есть вот такой вот цикл из квадратичных форм, то, смотрите, только с другой стороны берем, это соответствует изменению знака при y. Значит, вот идем x квадрат минус 2y квадрата, а если в обратном направлении, будет x квадрат минус 2y. Таким образом, мы доказали, просто вот глядя на эту схему, что не просто есть периодическая дробь, но и что ее период обладает свойством полинформости. Так, что еще? А еще очень важная вещь на этой картинке. Никто не заставлял нас в качестве коэффициента x квадрат писать число 1. Я мог ровно таким же способом извлекать квадратный корень, не знаю, из трех пятых или из пяти третьих. Вот давайте мы это сейчас сделаем, только единственное, я еще задумал одну мысль, которую сказать, она очень важна. Обратите внимание, господа. Вот если у нас есть такая картинка, просто я ее сейчас буду стирать, а сказать надо, то мы четко понимаем, что при движении вот в эту сторону получаются отрицательные числа. Так? При движении в эту сторону получаются положительные, и дальше стрелочки будут идти от реки, да? От реки вверх или, соответственно, от реки вниз. Соответственно, если нас интересует, например, уравнение 3x квадрат плюс 6xy минус 5y квадрат равно 7, говорит так, на этой картинке числа 7 нет. А все числа, которые на эту картинку не попали, они помогли больше, чем 7. Или даже, если нас интересует число 100, даже это можно. Но для этого нужно только здесь написать, да? И искать, конечно, надо не число 100, а надо искать все числа, получающиеся из числа 100 делением на какой-то квадрат. Ну, понятно, да? Потому что мы примитивные векторы смотрим, а, в принципе, можно бы еще умножить на какой-то квадрат. Значит, нам интересно, на этой картинке где-нибудь число 1 есть? Или число 4? Есть 4. 4 где? По центру. Вот число 4. Все, значит, уравнение имеет решение. Значит, надо взять соответствующий вектор и умножить обе его координаты на 5. Вот такое значение есть. И вот, и более того, мы, благодаря вот этим вот, благодаря этим двум симметриям, мы понимаем, где эта четверка будет. Значит, мы понимаем, как получать, ну, это все это множество. Потом мы это все напишем в более четких формулах, когда будем совсем потом поговорить о уравнении пели. Но, в общем, я думаю, что на первый раз проектов достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует...